Друг мой любимый! Соскучилась. Соскучилась. Пойте, ладно. Собаке нравится. Мои мужчины! Драгоценные, я уже в Ростове. Отдых у меня продолжается. Подготовочка к дню рождения идет. Спеццена для вас. Классный ролик, красные реакции. Спасибо вам за прошлый ролик, лайки, комментарии. Продолжайте в том же духе. Я в вас верю. Есть только миг. Здрасте. Здрасте. Как у вас дела? Замечательно. Что делаете? Да ничего, лежу покушала, вот лежу отдыхаю. Приятного аппетита. Я уже поела, спасибо. А, ну приятного тогда переваривания. Спасибо. Пожалуйста. А вы чем занимаетесь? А вы музыку слушали, да, и со мной разговаривали? Нет, я пытаюсь к наушникам подключиться, потому что... Мешаете, да, кому-то? Да, мешаю всем. Всем мешаю. А у вас там много кто, да? Да. А вы вообще знаете вот эту песенку, которую я напевал? А что вы напевали? Есть только миг, за него и держись, есть только миг. Нет, не знаю. Блин, хотите, 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 хотите. Вообще, это очень классная песенка. Ее написал Леонид Дербенев, не знаете? Нет, не знаю. Давайте. Давайте. Ну, только я ее, видите, пою плохо. Я ее могу как стихи прочитать. Хотите? Да, вы спойте, ладно, что вы. Ну, да, 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 я попробую как стихи. Я, конечно, попробую так. Ну, давайте, как вам будет это? Хорошо, хорошо. Призрачно все. В этом мире бушущее. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой в сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что собралась и падает, есть только миг. Ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия. Но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете, я мигом одним. Только мигом одним. Счастье дано повстречать ильбеду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ой, блин, браво. Браво, браво, браво. Это супер. Рад, что вам понравилось. А что это прикол? Это у тебя контент такой или что? Да, это у меня такой контент. Да. Блин, ну прикольно. А что, в чем прикол? Я не понимаю. А где реальный звук, а где нет? Да тут ничего реального нет. Не переживайте. Ой, блин, браво. Все, все выдумывается. У тебя еще слышишь такой еще? Прикидон. Прикидон, да. Шапка, уши торчат. Да, есть такое, есть такое. Классно, ты молодец. Спасибо. Ну вот это круто, слушай. Это вот не как там я с Дэдпулом разговаривала. Бель, бель. С Дэдпулом, он в костюме Дэдпула. Просто купил себе там косу вот эту вот одежду. У Васи очень похоже получается говорить, как Дэдпул. Ну, что вы? У меня? У Васи, у Васи. Это же Вася сидит в костюме Дэдпула. Голос Васи. Да, он же разговаривает, как Дэдпул. Вы что, не знали? Ну, нифига. Он голоса меняет. Ну, ты прикольно. Ладно, успехов тебе очень. Спасибо, хорошего вам вечера. Стихотворение о тебе, продвижение в твоем творчестве и всего самого доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись. Друг мой любимый. Блин, я тебя знаю. Не обманешь меня. У тебя гомоз шикарный. Неужели я в Ютьюбе буду, родной? Ну, если прям очень сильно хотите. Хотите. Так, сейчас подожди. Давай. Культурно, чтобы не было похоже. То, что я в это. Так, давай. Все, вы уже спалились. Нет, ты, прекращай. Ой, ты красавчик. Я знаю тебя. Блин, я про тебя столько в Ютьюбе смотрел, в ТикТоке. Блин, столько стихи ты вообще суперские делаешь. Спасибо большое. Столько девчонок разводишь. Пацанов, такие голоса. Сначала вот такие сидят такие. Ой, да что мне с таким разговаривать? Разговаривать такое-то. А когда стихи как бахнешь, мне такое ржать. А, говорю, что вы опухнулись? Девчонки, блин. Спасибо большое. Спасибо. Это вообще родной. Блин, а как видео это? Подожди. Сейчас видеозапись сделать. А я потом добавлю вас в ролик. Добавлю вас в ролик. А, да? Да. Да. И когда он выйдет этот ролик? На следующей неделе. На следующей неделе. Супер. Я вообще тут. В Ютьюбе напишите Дмитрий Кравченко. Все на деле. Вот, точно, да. Я тебя помню. Блин, вообще, я столько смотрел про тебя. У меня в телефоне ты, на телевизоре, в Ютьюбе только ты. Вот это вообще супер. Неужели? Я говорю, я думал, это просто, как сказать, никогда не верил в то, что ну как вот, просто с людьми общаешься, да, там, в чат рулетки, и такие люди попадаются. Знаменитые такие, прям это, говорю, ну, думаю, может, сказка какая-то, а тут в реальной, блин, вообще, супер. Спасибо большое. Спасибо большое. Просто красавчик. Хорошего вам вечера. Давай, удачки тебе. Побольше тебе подписчиков, я подпишусь обязательно. Договорились. Договорились. Да, давай, удачки. Пока. Давай, пока. И теперь об этом узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто песенку пел. Молодцы. А вы знаете ее? Я не слышала, что вы пели. А, я думал, просто вы засмеялись, а потому что услышали, как я песню пел. Нет. А как вас звать? Вы красивая. Меня зовут Анастасия. Настя, а меня Геннадий, очень приятно. Геннадий? Ну, Гена можно, да. Как удобно. Понятно. Вы из какого города? Байкальск. Байкальск? Это Северо-Байкальск или нет? Это Иркутская область. Ну, я знаю. Там просто есть город Северо-Байкальск, я знаю. А у вас просто Байкальск, да? Угу. О, нифига себе. Это у вас дырка в языке, что ли? Да? Да. Блин, прикольно. А вы, этот, знаете, кто такие? Давайте по-другому, а то сейчас вам чуть-чуть не рассказал все. Давайте сыграем с вами в игру. Я вам прочитаю текст, один очень самый известный такой. А вы попробуйте угадать, ну, чей-то текст. Нет, я не хочу. А что такое? Ну, неинтересно. Ой, поверьте, вам будет очень интересно. С учетом того, что у вас еще и в языке дырка вообще, прям, прям вам подойдет. Готовы? Все. Тогда для Насти. С головы сорвал ветер мой колбак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Быть таким, как все, с детства не умел. Видимо, такой в жизни мой удел. А она, да что она, вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Гордо скинув плащ, вдаль направлю взор. Может, она ждет, вряд ли это вздор. И, сдав дикий крик, камнем брошусь вниз. Это в моей жизни заключительный каприз. Чехов. А? Чехов? Чехов. А как вы догадались? Я не знаю. Слушайте, ну просто вообще, 5 баллов. Спасибо. Пожалуйста. Рад, что вы так сразу этот выкупили. Обычно редко кто узнает. Я умная. Да, это потому, что у вас дырка в языке. Хорошего вам вечера. Да. Читайте больше Чехова. Блин, не успел. Бедный Чехов в гробу сейчас крутится просто. Здравствуйте, девчат. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно этот, скажите, пожалуйста, соцопрос провести? Давай. Ну, мне для начала, чтобы соцопрос провести, понять бы, сколько вам лет, чтобы сопоставить. Семнадцать. А, семнадцать. Тогда подойдет. Вот скажите, пожалуйста, вам в школе нравится урок литературы? Нет. А почему? Учитель плохой. Мы с ним ничего не проходим. И вот вам учитель ваш, он стихотворение учил, в смысле, ну, рассказывал, как надо учить, читать? Нет. Вообще не. И у вас, у самих вы никогда не учили, и любимых стихотворений нема? Нет, есть. А какое? Сейчас помню. Ни в каком стихотворении учили? Про Ахматову. Да. А, может, Есенина учили, не? Его учили, но мало что помню. А хотите, я вам напомню про Есенина? Давай. Знаете, такое стихотворение у него есть. То есть, ты меня... Вы любите розы, а я... Нет, это не... Во-первых, это не Есенину приписывают, это Маяковскому приписывают. Нет. Но там тоже ты, там. Ты меня не любишь, не жалеешь, знаете? Неа. Хотите послушать? Давайте. Хорошо. Тогда специально для вас, не знаю, как вас звать, но для вас. Ты меня не любишь, не жалеешь. А разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти умлеешь мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, о скольких ты ласкала. Сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Ко многим ты садилась на колени, а теперь садишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, да и думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя не очень. Утопая в дальнем, в дорогом. А этот пыл, не называя судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобой и улыбнусь, спокойно взойдясь. Так и ты пойдешь своей дорогой распылять безрадостные дни, но только не целованных не трогай. Только не горевших не маней. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь. Отвернув другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо «добрый вечер». А я отвечу «добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, и никто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. Отличный стих. Собаке нравится. Это самое главное, что собаке нравится. Вы меня помните? Конечно. Вас весь чат помнит и весь мой канал помнит. У вас такие прекрасные стихи. Спасибо, что вы существуете. Я вас обожаю. Привет. У меня все. Здравствуйте. Спасибо большое, мне приятно. Я сейчас заплачу. Почему? Ну вот, душу греете, вот правда. Это же хорошо. Год? Ну я не знаю, кстати, надо посчитать примерно, сколько прошло. Ну, может, я тогда прошел. Ну, соскучился, скажу честно. Я тоже. И мы все тоже очень соскучились. Как вы с тобой рассказываете? У меня все прекрасно. Это вы расскажите, как ваша жизнь за год изменилась. Стали ли вы популярной? Ну, я выкладывала стихи в TikTok. У меня не получилось. А теперь я хожу на актерские тренинги. И все у меня в жизни прекрасно. Это самое главное. Голос стал все еще пониже прям. Это наоборот, мне кажется. А, ну да. Не-не, он прям стал пониже. Прям пониже немножечко. Здорово. Какие дальше планы, перспективы? Дальше планы отучиться 11 классов и в другой город поступать. В какой? В Кемерово поеду. Я туда, может быть, скоро приеду с концертом. Поглядим, поглядим. Может, и я тогда на ваш концерт. Может быть, кто знает, кто знает. Спасибо вам большое, конечно, вам за творчество ваше. Я рад, что тебя это вдохновило на что-то такое. Услов нет, одни эмоции. Хорошего вечера. Давай, пока-пока. До свидания. Пока. Ребята, кто-нибудь вспомнил вообще девочку-то, а? Здравствуйте, девчат. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно провести небольшой соцопросик? Давайте. Давайте. Первое. Первое. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к стихам? Положительно. Второе. Читали ли вам когда-то ваши мужчины стихи? Нет. Было. Тогда или нет? У меня было. А что читали? А что там сам придумал? А, ну то есть прямо сам авторская что-то написал, да? Да, да, да. И как вам вот скажите, зашло или нет? Ну, было красиво. Ну, не складно маленько, конечно. Не складно маленько, это как? Ну, там не всегда рифы подходили. А, ну, блин, да, такое, знаете, частенько бывает. А вот сможете ли, третий вопрос, сможете ли, если я вам очень самое вот такое известное прям стихотворение сейчас прочитаю, сможете ли угадать, кто его написал? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Вот такое, значит. Сжало руки по темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? Оттого, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежал, оперил, не касаясь, и бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко. И сказал мне, не стой, на ветру. Вот такое, знаете, знаете, кто это? Я где-то слышала, но я не знаю. Ну, давайте вот хотя бы примерно догадайтесь. Ну, даже не знаю. Там у нее две буквы А. Анна Ахматова, что ли? Да. Анна Андреевна Огаренко. Анна Ахматова, это ее псевдоним. Откуда вы знаете? Ну, вообще-то мы литературу в школе изучаем. Ну, вы знаете, просто они все отвечают на литературные вопросы, поэтому уточняю на всякий случай. Ну, вы очень красиво прочитали. Спасибо, я тренируюсь. Заметно. У вас прям даже голос поменялся. Ну, он, когда стихи читаю, всегда меняется. Да. А прочитать? А вы можете нам прочитать еще какое-то стихотворение? Могу, например, свое прочитать. Вот. Ну, давайте, послушаем. Позвольте вас поцеловать. Поймите, не к лицу мужчине стоять и пальцы пальц ломать и нервничать по чертовщине. Украдкой поднимите взор. Скользните им по губ навесу, чтоб я вошел, как ревизор, в свеженаписанную пьесу. Тихонько поднимите взгляд и сразу вниз вы посмотрите. А дальше я не помню ни хрена, потому что стихотворение очень старое. Скажите, да, мне хоть кивком хотите брайли, мы на санскрите. Что-то, ну, что-то такое, не помню дальше, к сожалению, забыла уже. Красиво тоже. Спасибо. Я вообще люблю поэзию, литературу. Это прекрасно. Это прекрасно. Рад что? Очень здорово. Мне нравится творчество Марины Цветаевой. Прекрасный выбор. Абсолютно. Ну, такие прекрасные. И Есенин тоже хороший. Тоже замечательный выбор. Мы читаем все стихи подряд. Если вы подпишетесь на мой YouTube-канал, то будете постоянно слушать стихи. Я поняла! Я поняла! Поэт в чат рулетки. А мы в эфире! Вы в эфире, да? Кошмар. Ну ладно, вон, почему кошмар? Ну все, мы прям звезды. Путор тысяч. Обалдеть. Ну все, будем смотреть ваши. Хорошего вечера, девчат. Спасибо большое. Ивановне. Пока. Портрет. Напишите что-нибудь со словом портрет, и я выберу кого-нибудь.